Славить Господа! Расположим свои сердца для молитвы, для слышания, для общения с Господом. И вот первая благодарность, сестра сказала благодарность за сестру Ирину, Бог в церкви молились, Бог услышал, сестра получила облегчение. Возможно, еще есть нужды или просьбы благодарности. Слава Богу за сегодняшний день! Возможно, вы слышали такое, если нет плохих новостей, это уже хорошая новость. Так что мы сейчас воздадим славу Богу. Благодарность Тебе, наш всемогущий, вечный Бог, за эту возможность быть в Доме Твоем. Мы просим Тебя, Духом Святым, посети нас и благослови нас. Наши молитвы услышь, пошли ответы. Помоги нам ощутить Твое присутствие здесь. Благослови братьев и Слово, чтобы было сильным в устах братьев, чтобы оно повлияло на нашу жизнь. Благослови нас, Господи, в протяжении всего собрания, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы споем сразу два гимна. Первый гимн – 70, песнь Возрождения. «Как овечку, пастырь сильный». А потом 97-й споем. Как овечку, пастырь сильный, И ты веди меня вперед. А жить и Твоей обильный Дома с Твой к водам зовет. О, Иисус мой, о, Иисус мой, За меня Ты кровь пролил. О, Иисус мой, о, Иисус мой, За меня Ты кровь пролил. На земле Ты будь не другом, Анцел в мире охраняй. На свете небесным лугом, А заблудших выручай. О, Иисус мой, о, Иисус мой, Ты грехи мои понес. О, Иисус мой, о, Иисус мой, Ты грехи мои понес. О, Иисус мой, 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 приближай меня к себе. Сделай сердцем неспособным Вечный Твой завет любить. Дай любовь ко мне подобным, Научи любовью жить. О, Иисус мой, о, Иисус мой, Да могилы будь со мной. Девяносто седьмой песнь Возрождения еще споем. В слове своем Христос учит меня, Чтобы я знал, как Он любит меня. В книге святой много вижу чудес, Но всех отраднее, это мне весть. В слове своем Христос учит меня, Чтобы я знал, как Он любит меня. В книге святой много вижу чудес, Но всех отраднее, это мне весть. Как счастлив я, Он любит меня. Любит меня, любит меня. Как счастлив я, Он любит меня. Любит Иисус и меня. Любовь святла Его с чистых небес, И вознесла Его за нас на крест. Верю, что любит Спаситель меня. Знаю, что так же люблю Его я. Как счастлив я, Он любит меня. Любит меня, любит меня. Как счастлив я, Он любит меня. Любит Иисус и меня. Когда сбиваюсь с Её путей, Пастырь мой ищет далечки Своей. К ногам Его я вернуться спешу, Ему любовь за любовь приношу. Как счастлив я, Он любит меня. Любит меня, любит меня. Как счастлив я, Он любит меня. Любит Иисус и меня. В любви Его стану я пребывать, Сила Его сатану отгонять. И всякий грех убежит от меня. Как вспомню я, Христос любит меня. Как счастлив я, Он любит меня. Любит меня, любит меня. Как счастлив я, Он любит меня. Любит Иисус и меня. Есть песня красная в сердце моём, Ею спою я на небе святом. Когда увижу во славе Христа, Я повторю, как Он любит меня. Как счастлив я, Он любит меня. Любит меня, любит меня. Как счастлив я, Он любит меня. Любит Иисус и меня. Сладкий покой у Павла не найдёт, Всякий, кто Господу с верой придёт, Дух Святой в сердце Его знаний жить, И про любовь Иисуса твердить. Как счастлив я, Он любит меня. Любит меня, любит меня. Как счастлив я, Он любит меня. Любит Иисус и меня. Пожалуйста, садитесь, мы будем слушать Слово. Я приветствую вас, Церковь Божия, словами мир вам. Я думаю, что и я рад, и все вы сегодня рады прийти в Дом Божий, услышать Его Слово, то, что Он хочет сказать мне и каждому из нас. И приближаясь к марту месяца и слыша объявления о посте и молитве, которые все вместе мы желаем проводить, чтобы наши жизни, наши сердца и Церковь наша, чтобы мы получили очищение, исцеление и также исполнялись Духом Святым. И вот, подходя к этому времени, я сам размышлял и вспоминал места Писания, где написано вот в этом времени о посте, о молитве. И я хотел, чтобы мы сегодня немножко поразмышляли больше о посте, обратили внимание, что Слово Божье говорит об этом. И чтобы я и каждый из нас проверили себя, как мы проводим это время поста. И в Священном Писании мы видим, что время поста было для очищения, для исцеления, для подготовки к служению. Когда у апостола Павла была вот эта встреча с Богом, после того он постился три дня, не ел ни пищи, ни питья. И в то время, как бы, вот это происходило очищение, подготовка к его, начало его жизни с Богом дальше. Это также и обретение силы Божьей, которая приходит, сходит, присутствует с нами через Святого Духа, действует в нашей жизни. И было также и время, когда люди постились, но мы будем сейчас читать дальше, Бог не принимал такого поста, который они совершали. И давайте вместе прочитаем послание, которое записано Исайя. Исайя пишет в 58 главе. И эти слова, это слова Бога, которые Он сказал через Него для народа Своего в то время. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос Твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Израилеву на грехи его. Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно, и не оставляющий законов Бога Своего. Они вопрошают Меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а Ты не видишь? Смиряем души свои, а Ты не знаешь? Вот в день поста Вашего Вы исполняете волю Вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот Вы поститесь для ссор и расприи, для того, чтобы дерзкой рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос Вас был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который Я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и постилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который Я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб Твой, и скитающийся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и единокровного Твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет Твой, и исцеление Твое скоро возрастет. И правда Твоя пойдет перед Тобой, и слава Господня будет сопровождать Тебя. Тогда Ты возовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда Ты удалишь из среды Твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу Твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет Твой зайдет во тьме, и мрак Твой будет, как полдень. И будет Господь вождем Твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу Твою, и уточнят кости Твои, и Ты будешь, как напоенный водой сад, и как источник, который воды никогда не иссякает. Каждый раз, читая эти слова, их я много раз перечитывал, и всегда как будто аж захватывает дух, насколько сильно сказано. И особенно вот эти первые слова впиваются, когда говорится о том, что часто мы постим и воздерживаемся от пищи, а с другой стороны хотим, чтобы и заметили нас, как-то ходим с поникшей головой, угрюмые, чтобы рассказать, может, или сказать о том, что мы на самом деле постимся. Но вот это же и первая проблема, которую отмечает Бог и говорит о том, что когда мы находимся в посте, это не физическое, это не то, чтобы люди обратили на нас внимание, или мы могли показать кому-то, что мы такие святые, а это то, что в это время мы находимся в общении с Богом. И иногда мы воздерживаемся от пищи в состоянии таком смиренном, но в то же самое время для людей это должна быть и улыбкой на лице, потому что мы находимся в этом общении с Богом. И еще это подчеркивается в Матфея, 6 глава, 16 стиха, опять же подчеркивается, «Так, когда постись, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показать людям постящимся, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно». Действительно, чтобы наш пост не был просто, чтобы о чем-то поговорить, и иногда даже, замечая по себе, воздерживаться от еды, наверное, самое легшее. Вот постоянно пребывать в таком молитвенном состоянии или преклонять коленям, может, каждых пару часов в это время, вот это, можно сказать, труднее, чем просто воздержаться от всякой пищи, или иногда просто в суете забываем, что мы находимся в посте, мы находимся в вот этом молитвенном состоянии, когда мы молимся. Но каков же пост желает Бог видеть? С 6 стиха мы прочитали, и я хочу еще раз прочитать в новом переводе. Я думаю, для меня он был немножко более понятный, и для каждого из нас, может, услышать это будет назидание или легче понимать. С 6 стиха. Пост, которого я хочу, таков. «Снимите узы несправедливости с человека, с его шеи снимите ярмо, порабощенным даруйте свободу, всякое ярмо уничтожьте, с голодным поделитесь едой, бедняков бездомных к себе дом приведите. Увидишь нагого, одень его, не отворачивайся от своих родных. Тогда воссияет твой свет, как заря, и быстро наступит твое исцеление. Перед тобой пойдет избранное избавление твое, а позади слава Господа, как защита». Из этих стихов мы видим, что, во-первых, Бог желает во время поста видеть, чтобы мы были милостивы, оказывали помощь, чтобы мы сочувствовали и сострадали окружающим. Я думаю, вот эти качества, о которых говорится, что Бог желает, это и есть качество нашего Бога. И чем мы сближаемся с Богом в это время, чем мы ближе к Богу, тем больше вот эти качества, вот это время поста должны проявляться. Мы не должны только думать о себе и как у меня все, чтобы мне получить то, что мне хочется, а чтобы мы видели окружающих, чтобы мы проявляли милость, проявляли помощь другим, оказывали помощь, сочувствовали, молились за нищих, помогали. И дальше мы еще читаем. «Тогда ты Господу возовешь, и Он ответит, позовешь на помощь, и Он скажет, я здесь. Если всякое эрмотый у себя уничтожишь, перестанешь показывать пальцами клеветать, и ради голодного пожертвуешь всем, и дашь угнетенным все, что им нужно, вот тогда вспыхнет во тьме твой свет, и твой мрак превратится в яркий полдень, будет Господь вести тебя всегда. Даже на землях сухих Он даст тебе все, укрепит Он тело твое. Ты станешь, как орошенный сад, как неиссякающий источник. Ты отстоишь города на места древних развалин, вновь разведешь строение былых времен». Вот такую силу Бог говорит о том, что сила, которая Божья, будет пребывать с нами, когда мы будем находиться в правильном посте. Он говорит о том, что Он будет исцелять, о том, что Он будет слышать наши молитвы, когда мы правильно подходим в это время к посту и молитве. И мое желание, я думаю, каждого из нас желание, чтобы мы правильно проводили это время, вот этот месяц, когда мы будем все находиться в молитве, по очереди будем поститься. Я думаю, что вы это слово можете еще раз прочитать, размышлять, и оно поможет нам всем, чтобы мы правильно ходили перед Богом и справлялись. И я думаю, за себя, конечно, что много еще нужно поработать над собой, чтобы это действительно был пост, угоден Богу. Да благословит нас всех Господь и даст силы, находясь в посте, славить имя Его и творить тот пост, который Он желает. Аминь. Помолимся. Спасибо. 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 Аминь. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 зашел на гору и стал учить. И каждое предложение, каждое слово, сказанное Иисусом Христом, имеет очень глубокий и такой сильный смысл и силу. Я думаю, что на каждый стих этой Нагорной проповеди, она начинается с 5 главы до 7. На каждый стих этой Нагорной проповеди, я думаю, я слышал, не одну проповедь, много проповедей было сказано. Почему? Потому что эта проповедь, проповедь, которую сказал сам Иисус Христос, она наполнена таким содержанием. В этой проповеди Христос учил народ, учил тому, что нужно для каждого христианина, учил практической жизни, как должен поступать христианин. И вот несколько моментов, на которые я хотел обратить внимание, которые как-то по-особому остались у меня в сердце. Вот песня, о которой я говорил в Нагорной проповеди, она так и начинается. Блаженные, блаженные, блаженные. И вот несколько моментов из этой проповеди я хотел напомнить. Блаженные нищие духом, блаженные кроткие, блаженные алчащие и жаждущие правдой, блаженные чистые сердцем. В этой Нагорной проповеди есть золотые стихи, которые мы с самого детства помним. Вы соль земли, вы свет миру. Если принесете дар к жертвеннику и вспомните, что кто-то имеет против тебя, то иди сначала примирись. Это все из той же проповеди Иисуса Христа. Если глаз соблазняет тебя или рука соблазняет, отсеки ее. Не творите милостынии ваши перед людьми, чтоб они видели вас, чтоб они видели ваши дела и прославляли. Это все из той же проповеди. Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте их на небесах. Никто не может служить двум господам. Еще много-много таких моментов, которые имеют такой глубокий смысл, и, как я уже сказал, буквально на каждый стих, можно сказать, большую, глубокую проповедь. И все это Христос сказал для нас, чтобы мы учились жить, учились поступать правильно, чтобы нам достичь небесного царства. И вот после каждого слова, после каждого стиха из этой Нагорной проповеди, так хочется сказать, да, аминь, истина, так и есть. Также вот и ученики Иисуса Христа слышали все эти слова, которые Христос говорил. Они слушали это с большим таким вниманием. Когда мы проводим уроки в воскресной школе, я также занимаюсь воскресной школей, когда подготовишь хороший урок, или кто-то проводит урок, и вот интересно наблюдать за детьми, когда урок проходит благословенно, интересно, насколько внимательно они слушают, как они слушают. Они смотрят на учителя, и у них порой даже, как говорят, слушают с открытым ртом. Они так внимательно слушают, и стоит такая буквально гробовая тишина. Они слушают учителя. Когда читаешь эти стихи из Нагорной проповеди, мне почему-то представляется вот именно такая картина, когда проповедовал Иисус Христос, настолько глубокие вот такие вот слова, которые говорил Христос, я почему-то представляю, что весь народ, который там был, и ученики, вот они именно с таким вниманием слушали. Если бы я был на том месте, вот именно так бы, наверное, я и слушал. Я бы из-за собой этого не замечал, но настолько внимательно надо было слушать, чтобы все это понять. И действительно, в этом был глубокий смысл, что говорил Иисус Христос. В этой проповеди Иисус Христос сказал много очень важных вещей, очень важных слов с огромным-огромным значением. Но, я думаю, еще более важные слова он сказал в самом конце этой проповеди. В седьмой главе мы прочитаем, я предлагаю, чтобы мы прочитали эти стихи. Евангелие от Матфея, седьмая глава, с двадцать четвертого стиха. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их». То есть, вышесказанные все эти три главы, которые мы можем прочитать на горную проповедь Иисуса Христа. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне и пошел дождь, и развились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. «И пошел дождь, и развились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ удивился учению его, ибо он учил, как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Здесь предоставляется нам или показывается образ мужа благоразумного, который построил дом свой на камне. Это иносказание такое. Спаситель в Нагорной проповеди очень часто использовал такие аллегорические образы для того, чтобы и народу яснее было или лучше было понять смысл сказанного Иисусом Христом. Большинство людей, которые пришли в тот день послушать Иисуса Христа на горе, жили в окрестностях Галилейского озера. И находясь на склоне горы, слушая вот эту Нагорную проповедь Иисуса Христа, они видели Иисуса Христа, они видели, что сзади них находится вся эта красота этой долины или где они находились. Они все это видели. Когда наступало лето, с гор очень мало сходило воды. Эти потоки вод, которые сходили, эти речки, они практически высыхали. Но весной, особенно зимой, когда было много дождей, было много воды, эти реки наполнялись водой и образовывали такие бурные речные потоки, которые неслись вниз и все на своем пути сметали. Вот люди, которые занимались земледелием, люди, которые жили внизу, порою эти земледельцы строили свои дома вот там внизу, когда было сухо, они построили свой дом, они строили, было удобно, не надо было высоко подниматься куда-то наверх, не надо было много усилий, немного средств употреблять, чтобы построить дом. И они строили свои дома вот на таких песчаных местах. но когда шел сильный дождик, образовывались эти водяные потоки, эти реки бурные, то они все сносили на своем пути. Порой эти реки расходились, они становились такими обширными, широкими и затопляли даже те места, где строили эти люди дома. и все, все эти дома, они просто разваливались. Зато дома, которые благоразумные, умные люди строили где-то повыше, может быть, на скалах или прям даже в скалах, они не были такие красивые, они не были такие, может быть, яркие, но зато они были намного крепче. Или они где-то строили на хорошем фундаменте, потребляли много усилий, чтобы поднять этот дом как-то повыше, чтобы воды не затопили этот дом. Надо было больше усилий, больше затрат, но зато этот дом потом стоял крепким. И когда наступала вот эта буря, приходили эти времена дождей, ветров и устремлялись на дом, он стоял, он стоял и люди, которые там находились, были в безопасности. И вот Христос сравнивает вот эти людей, которые строят свой дом на песке или на камне с людьми разумными или легкомысленными, анализируя и рассматривая жизнь близких к Иисусу людей, его учеников, можно увидеть основание, можно увидеть основание и постройку духовного дома, то есть жизни этих людей. К примеру, я хотел сравнить жизнь двух учеников Иисуса Христа, которые постоянно были вместе, которые имели одинаковую возможность, они постоянно с самого начала были с Иисусом Христом, они вместе слушали то же самое, что Христос проповедовал и Нагорную проповедь, и везде, где они находились три с половиной года, каждый из них мог слышать от Иисуса Христа это учение. Но как каждый из них стал проводить свою жизнь? То, чем закончилась жизнь каждого из этих людей, показывает на каком основании построил каждый из этих учеников свою жизнь? На каком основании? На песке или же на твердом камне? Я хотел сравнить жизнь двух учеников, это Петр и Иуда. Будучи в близком общении со Христом, слыша учение Иисуса Христа, Его наставления, Его предупреждения, Иуда показал своими действиями, своей жизнью, своим отношением к тому, чему учил Христос, он показал, что он был безрассудный. Иуда показал, что он был безрассудный, как в 26 стихе написано, «А всякий, кто слушает эти слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». Иуда, как и другие ученики, слушал, он слушал, 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 но в итоге он не поступил, он не сделал так, чему он был научен. потому не я его, а он сам себя, получается, отнес в категорию безрассудных. Иуда услышал слова Христа, но не исполнял. И когда в жизнь его пришла буря, пришли искушения, он не устоял. Он избрал любовь к серебру, и от общения с Иисусом он стал искать лишь какую-то выгоду, стал искать выгоду в общении с Иисусом Христом, и даже продал его за серебро. И конец его, конечно же, печальный. Духовный дом его разрушила буря, и он погиб, как мы знаем, во грехе. Другой ученик, Петр, другой ученик Иисуса Христа, Петр, Иисус, в самой первой встрече, Петр, видя и слыша, что делает Иисус, его учитель, поступал, как благоразумный, о котором в 24 стихе написано, «Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Вот Петр оказался таким благоразумным, он во всем старался быть похожим на своего Учителя, постоянно быть везде возле Него, чтобы как-то чего-то не пропустить, чего-то не упустить, чтобы быть всегда возле Иисуса Христа, он во всем старался быть похожим на Него и подражать Иисусу Христу. В наших семьях растут дети и кто-то из них более спокойный, кто-то из них более такой живой, шустрый. Если куда-то начинаешь собираться ехать, одни как-то спокойно, пап, ты куда? Я туда. Другой добивается какими-то способами, находит способы, находит как договориться может быть с мамой, договориться со мной, находит разные пути, чтобы я взял его с собой. Папа, это куда? Папа, можно с тобой? Я думаю, у вас такие дети были, может быть, и вы были такие в своих семьях, которые везде успевали, везде находились со всеми, может быть, язык и везде вас брали. Вот Петр мне как-то видится, как картина, когда я смотрю на Петра, вот он для меня видится вот таким шустрым, вот таким, наверное, правильное слово, прозорливым, да? Везде, который успевает. Вот Петр был один из таких, недаром его Иисус посылал в разные места что-то сделать или же брал его с собой на гору преображения. Петр был один из тех, кто, когда увидел Христа идущего по воде, он один из первых, не один из первых, а даже единственный, кто, Петр, позволь мне, Иисус, позволь мне идти к тебе. Петр видел в Иисусе Христе вот тот образ, тот образец, которому нужно подражать, и он старался быть таким. Петр любит своего Учителя Иисуса Христа. В нем, хотя в нем Петре, хотя он подражает Иисусу Христу, и он уже продвинулся намного выше, стал ближе к Иисусу Христу, он стал выше духовно, но я вижу в нем еще вот такую самоуверенность, еще недостача веры в нем. И в его жизни также пришло вот такое испытание. когда пошел дождь, когда разлились реки, подули ветры и устремились на дом тот, как мы читаем, и он не упал, потому что снова он был на камне. Петр не упал. Мы знаем, да, мы знаем, что он в один момент, когда действительно подула эта буря, он отказался, отрекся от Христа. Но в общем, когда мы смотрим на картину, на жизнь Петра, то мы видим, что жизнь его была основана на камне Христе. Когда идет дождь, дует ветер и реки, подпирают дом, который стоит на песке, я думаю, каждый из нас может представить, что происходит с этим домом, как он медленно разрушается, может быть, даже быстро разрушается, когда подходит вода быстро, он падает. Порою эти воды, эти потоки уносят весь этот материал даже, и ничего не остается на том месте. А дом, который на камне стоит, под влиянием ветров, под влиянием дождя и рек, стоит целенький, невредимый. Так? Так ли это? Когда вот даже крепкий, хороший дом стоит на хорошем основании, подует ветер, буря начинается, остается ли дом вот такой неподвижный, невредимый? Или что-то с ним происходит? Даже хороший дом, когда хороший дом, крепкий дом, стоит на крепком основании, но начинаются бури, начинаются ураганы, начинаются сильные дожди, люди осматривают, и что они начинают делать? Они начинают приводить его в порядок. Начинают приводить его в порядок, начинают делать ремонт. Этот дом обновляется, он становится еще красивее, Он становится еще лучше. Этот дом люди еще больше укрепляют. Он становится лучше, потому что он не упал, он еще в хорошем состоянии. Его люди ремонтируют, и дом продолжает стоять, потому что первоначально он был построен на камне. Братья и сестры, порой в нашей жизни также приходят вот эти бури. И даже если наше основание, наша жизнь основана на Иисусе Христе, в нашей жизни могут случаться вот эти бури, которые могут повредить нашей жизни что-то. Могут сорвать сайдинг, могут сорвать крышу, куски крыши или как-то повредить наш духовный дом. Но наша жизнь, если она основана на Иисусе Христе, она будет продолжать стоять. Мы будем продолжать жить с Иисусом Христом. И эти бури, настигшие, они, как написано, дом не упал, наш дом не упадет, даже если будут какие-то потери. Если посмотрим на нашу жизнь, то действительно порой так и происходит. Вроде все хорошо в нашей жизни, мы имеем благополучие, все гладко, все хорошо, наш дом стоит, но случаются в нашей жизни большие переживания. Если жизнь человека не основана была на Христе, то эти люди зачастую отходят. От больших переживаний уходят от Христа, но те, которые уповали на Христа, те, кто жил жизнью христианина, после вот этих бурь, они еще сильнее становятся. Они закаляются, эти христиане становятся еще крепче, еще сильнее. Их жизнь становится еще красивее. Потому что основана была на Иисусе Христе. Братья и сестры, в жизни христианина наступает испытание бури, порой очень сильной бури, когда постигают на жизни эти переживания. Но как в этой истории дом остался стоять, так и в нашей жизни дом останется стоять, если наша жизнь основана на Иисусе Христе. Если мы живем такой жизнью, о которой проповедовал Иисус Христос, и в конце Он сказал, благоразумен тот, который живет этой жизнью, о которой Христос проповедовал. Урок и вопрос для нас сегодня. На кого похож я? Похож ли я на Петра, который прошел также через испытания, через большие переживания? Он много потерял в своей жизни, но он примирился со Христом. И когда мы смотрим на всю его картину, конец его жизни показывает нам то, что жизнь его была со Христом, была основана на Христе. Иуда же, его конец, весь отрезок его жизни, нам показывает то, что жизнь его была основана на песке. Он не прожил, не исполнял то, что заповедовал Иисус Христос. И для нас сегодня вопрос, чтобы каждый из нас проверил, живу ли я вот этой жизнью, о которой проповедовал Христос. Если сейчас спросить каждого себя, если подует ветер, пойдет дождь, и устремятся на мой такой духовный дом, устаю ли я? Дай Бог, чтобы каждый из нас знал вот это учение Иисуса Христа, чтобы, проходя через бури жизни, мы были похожи на, как на Петра, были похожи на дом, который устоит. Пусть Господь благословит каждого из нас, пусть Господь благословит меня, мою семью, быть верными Ему и жить для Него настоящей полноценной христианской жизнью. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 чтобы слышать Твое Слово, рассуждать, вместе молиться. Ты благослови, Господь, каждое сердце, каждого из нас, чтобы мы приготовились к этому дню, когда мы будем вместе поститься, рассуждать о наших нуждах, о наших переживаниях. Благослови нашу церковь, чтобы мы духовно возросли, чтобы приблизились к Тебе, Господи. Ты сегодня также напоминал о том, чтобы мы знали Твое учение, чтобы мы читали Слово Твое, зная Твое учение, не только знали, не только слышали, не только изучали, но жили той жизнью, которой Ты учишь, чтобы оказаться вот таким благоразумным человеком, который строит свой дом на камне. Благослови, чтобы наше основание было крепкое, чтобы, когда придут буря, испытания, чтобы они не сломили нас, чтобы, проходя через испытания, мы становились крепче, становились красивей душой и ближе к Тебе. Благослови мою семью, моих деток, мою жену, чтобы мы были хорошим примером для детей, для окружающих людей, которые не знают Тебя. Благослови наших служителей, пасторов, деканов, всякое служение, которое есть у нас, воскресную школу, чтобы с юных лет мы влагали детей наших знания, любовь к Тебе и исполнение того учения, которое Ты оставил для нас. Благослови в этом остатке дня. Храни нас в пути домой, да прославится имя Твое Святое, любящий Господь и Бог. Аминь. Собрание наше подходит к концу, не так много программы. Мы споем один прекрасный гимн, 665, «В час, когда Треба Господня на земле прозвучит». Объявлений особо нет, но мы можем еще раз поблагодарить Бога за все. Все мероприятия, все по расписанию здесь в церкви, мы не будем их объявлять. Может быть, еще раз напомнить, что воскресенье будет в вечере. Приготовить себя к этому дню надо. А сейчас мы споем этот гимн. Может быть, это будет то испытание для нас. Это уже не будет, может быть, то буря в жизни. Но Господь придет и испытает наше строение. И если мы готовы, тогда мы скажем наибесной перекличке, там по милости Господней буду я. Давайте споем вставшим. На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке, там по милости Господней буду я. День блаженный воскресенья всех умерших во Христе, во дворении их обители и царя. Всех святых, омытых кровью, пролитой на кресте, созовет Он и на зов отвечу я. На небесной перекличке, там по милости Господней буду я. Дай трудиться для тебя, Господь, любовью всем служи. С утра раннего и до заката дня. А когда велишь работу мне земную, ты сложи. На небесный клич тогда предстану я. На небесной перекличке, там по милости Господней буду я. Мы помолимся еще одна нужда нашей сестры. Сестра Тамара просит помолиться за исцеление внутреннего духовного человека, чтобы укрепиться духовно. Возможно, некоторые еще имеют такую же просьбу. Господи, я хочу укрепиться и быть сильным духовно. Я прошу, Господи, тебя об этом. Возможно, сестра Тамара здесь. Мы можем и вы вспомнить сейчас эту молитву. Я буду молиться. И будем благодарить за все, что дает Господь нам. Помолимся. Господь милосердный, мы благодарны Тебе за этот час пребывания в Доме Твоем. Мы благодарим Тебя за слово, которое звучало к нам. Это напоминание о молитве, об усиленной молитве, о посте, о том, что мы должны строить дом свой на камне, на Тебе, Господь. Помоги нам в этом. Мы, Господь, вновь идем в эту трудовую, бурную жизнь. И поэтому просим, благослови и укрепи нас. И вот сестра Тамара просит о том, чтобы Ты послал ей духовное исцеление внутреннего духовного человека, чтобы она могла укрепиться духовно и радостно служить Тебе, Господи. Пошли и ответь нам эту молитву. Пошли по желанию сердца, Господь, и также желание сестре Тамаре стремиться к Тебе и укрепляться в Тебе, строить дом на Тебе. Господь, мы просим Тебя за всех, кто также находится, возможно, в таком положении, когда бури жизни устремляются на наш дом и шатают его, Господь, укрепи наши духовные силы, чтобы быть крепким Тебе. А нам, Господь, помоги в нашем личном выборе сделать и положить основание на Тебе, на твердом камне и на этом строить. Помоги нам, Господи. И сейчас, когда мы пойдем, поедем на дорогах, фривеях, храни, Господи, нас на работах, предприятиях, храни нас, Господи, от лукавого, от дьявола, а мы Тебя прославляем, нашего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. С миром Божиим! С миром Божиим!